Всем привет! Продолжаем рассматривать работу художников, скульпторов. Давид Клёкер Эринстрахль. Чернокожий с попугаями и обезьянками. 1670 год. Холст масла 144 на 120. Уроженец Гамбурга Давид Клёкер Эринстрахль занялся живописью довольно поздно. В 1648 году, чтобы посвятить себя ее изучению, он отправляется в Голландию. В 1651 автор уже находился на службе у шведской королевы Марии Элеоноры. Через несколько лет он поехал в Италию совершенствовать мастерство. В Риме Эринстрахль учился у Петра до картоны. В 1661 году он вернулся в Швецию. Был назначен придворным живописством. А в 1674 году он получил дворянское звание. Кисти мастера принадлежат полотна на исторические, аллегорические сюжеты и портреты. Он много работал в области анималистического жанра. Изображая лошадей из конюшни Карла XII, собак с королевской псарми и других животных. Например, белого медведя, белого попугая. На данной картине чернокожий юноша стоит, опираясь на блюстраду, наблюдая за тем, как маленькая обезьянка поднимается по шесту кольцам, в которых сидят два попугая. Еще одна птица на руке героя, а другая обезьяна на плече положила руки ему на голову. В этом полотне Эрин Страхль стремился показать не только экзотические животных и птиц, но и человека, чей цвет кожи был дикоин, как при шведском говоре. Вот такое описание к работе Давида Клёкера Эрин Страхля. Чернокожий с попугаями и обезьянками я нашел в интернете. Всего хорошего, до свидания. Я пользовался текстом в книге «Великим музеем мира». До свидания. До свидания.